Чемпионат мира по футболу В итоге для работы на стадионах отобрали 17 тысяч волонтеров, среди которых есть и наша землячка, почетный волонтер международных состязаний Наталья Астахова. Сегодня с ней поговорим о миссии волонтеров на мировом первенстве и узнаем, почему добровольцев серьезно готовят и отбирают. Здравствуйте! Добрый день! Рады видеть в нашей студии. А вот вы пришли к нам в спортивной форме, вы-то и поедете на чемпионат? Это форма волонтера Кубка конфедерации, которая была в 2017 году, но форма волонтера на чемпионате мира будет аналогичной. То есть красная волонтерка, чтобы у нас издалека было видеть, не только будет другая вот меточка там, наклейка. Выдают или приобретать приходят? Нет, ее выдают в заявке, тебе указываешь размеры, примеряешь, и тебе дают вот с ног до головы, от кроссовок до пейсболки. Вы лично в каком городе будете работать? Я буду работать на самом крутом стадионе, который назывался «Зенит-арена Петербурга», «Арина в Санкт-Петербурге». У нас будет 7 матчей. Билет уже куплен, насколько мне известно. Вы на чемоданах. Да, я на чемоданах. В дорогу билеты уже куплены. Для вас по счету это какие серьезные соревнования? Из таких уровней, скажем так, международных, это будут третьи, Сочи 2014, пара Олимпийские игры, Кубок Конфедерации 2017 год, тот же самый стадион Санкт-Петербург, но теперь чемпионат мира. А вы знаете, сколько всего от нашего края волонтеров поет? Точно я сказать не могу, по той простой причине, что многие волонтерами становятся по своей инициативе, сами регистрируются, сами проходят отбор, учебу и приезжают. В прошлом году с нами работала девушка из Ярового, по-моему. Но у нас, я знаю, что Комитет по делам молодежи подготовил там несколько человек, 15, наверное, они будут в Екатеринбурге, кто-то еще едет в Москву. Все равно костяк же должен быть, да? Это дело индивидуальное, потому что отбор идет персональный. Отбор? Да. Ну вот, кстати, про отбор знаем, что он был очень жесткий. Почему такие требования? Что предъявляют? Потому что уровень соревнований очень высокий, настолько, что туда случайные люди не должны попасть. Хорошо, критерии давайте. Критерии формальные жесткие. Критерий один возраст, минус 18+, скажем так, молодже 18, а старший возраст, ну вот я считаю, серебряный волонтер, люди после там 45-50 называются серебряные волонтеры. Ну вот в Сочи у нас был дедушка-японец, волонтер где-то лет под 90, наверное. Вот так. Ну, нашлась работа тоже. То есть верхняя граница определяется только, если ты сам можешь или не можешь работать. А так, критерии это, ну, такой формальный тоже критерий знания английского языка на уровне разговорного, как минимум, ну, чтобы ты мог общаться в международное общение. Плюс идет тестирование по психологическим, деловым качествам. То есть там заполняешь огромные-огромные-огромные тесты, а потом просто либо тебе приходит письмо, вы прошли дальше, либо просто ничего не приходит. Ну, вы были уверены, что вы пройдете наверняка? Уверенности не было. Не было. Сидели, тоже ждали, волновались. Сидели, ждали, волновались. Я приехала перед Сочи уже на последнюю крайнюю учебу, у меня еще не было назначения, но руководителем функции оказалась землячка из Ярового. Ну, смотри, она говорит, я живу в Москве, но я родом с далекого Алтая. Я подхожу, я говорю, а я тоже с Алтая. Оказалось, что мы с ней в соседних населенных пунктах родом. Ну, я думаю, что это не землячество сыграло роль, а моя активная позиция, потому что я здесь, в Барнауле, и работаю, и много общаюсь с ребятами, у которых инвалидность, с людьми, вот в направлении моей жизни, можно сказать. И на паралимпийские игры это сыграло, важно, чтобы на паралимпиаду отобрать. И сейчас, как бы, у меня такая же будет миссия. Вот лично вы чем будете на чемпионате заниматься? На чемпионате я буду работать. Вообще функций волонтеров очень много, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами. Встречи, в основном, даже, кстати, работая с болельщиками, потому что со спортсменами работает их штат. Я буду работать в функции, так называемой, СПС, Spectator Services, обслуживание зрителей, и конкретно команда Mobility. Это команда, которая будет помогать маломобильным зрителям. Это могут быть инвалиды, у которых давно инвалидность. Это могут быть люди, которые позавчера получили травму. Но если идет человек с палочкой на костылях, там, не знаю, пожилой человек, допустим, был дедушка, мы детям на юбилей на 80 лет подарили билет на футбол. Он идет с трудом. Там женщины, которые ждут ребенка. Мы помогаем функцию этого человека увидеть в числе зрителей и помочь ему пройти через вход на стадион, там найти его место. Те, кто на колясках, вот мы прямо довозим до его места в стадионе. И когда матч заканчивается, мы помогаем ему. Как распределяли, кто чем будет заниматься? По желанию. Когда ты заполняешь анкету, заявку, есть выбор, допустим, я не претендовала на руль переводчика, хотя у меня приличный английский, но не до такой степени, чтобы работать переводчиком. Я не очень люблю, не знаю, там, какие-то транспортные вещи. А коммуникация, это работа со зрителями, коммуникация, это мое. То есть я выбрала функцию, а в этой функции в команде мне уже предложили, потому что у меня за спиной паралимпийские игры. И тут меня говорят, давай тебя вмобилить, потому что у тебя паралимпиады за спиной плечами. Поэтому я выбрала эту функцию. Работа волонтерства, волонтеров как-то оплачивается? Нет. Вообще. Ну хотя бы проезд. Финансово нет. Ситуация такая. Волонтер за свой счет берет билет от места жительства до места проведения чемпионата, город, куда он едет, и обратно. Более того, их надо купить заранее и сообщить в службу размещения, потому что тоже там бронирование гостиниц и так далее. Там во время проживания ты приезжаешь, на следующий день приходишь, получаешь такую аккредитацию, тут моя чемпионата, с Компионской конфедерации, тебе выдают вот такую замечательную карточку, это проездной по городу, на все виды транспорта, в метро. Это колоссальная экономия, потому что 43 рубля билет в метро, это как бы покатайся. Вот, одевают с ног до головы, я уже сказала, экипировку выдают, причем она остается потом тебе, то есть за свой счет ты, наверное, столько фирменной одежды Adidas не купишь, так что не деньгами, но вот так вот. И очень хорошо кормят во время смен, то есть когда ты пришел на работу, тебя, ну, как бы рабочую смену, два раза хорошо так нормально кормят. В остальное время обеспечивают, самое главное, крышу над головой, а в Петербурге иметь крышу над головой в течение месяца. То есть жилье, оно тоже предоставляется, так скажем. В принципе, все, что необходимо для нормальной жизни. Потому что питание самому, это можно как-то, скажем так, привычный, там, кашку утром, пирожок вечером, остальное днем где встретим. То есть финансами, деньгами никто ничего не платит. А вы к спорту-то как относитесь? Футбол любите? Вот вы знаете, парадоксально, футбол я не очень люблю, я не спокойно отношусь. Но когда я оказалась в чаше стадиона, конечно, я болела, но нам как бы не положено там как-то бурно, мы волонтер, мы обслуживающий персонал. В Сочи на керлинге я была, я вот так болела до белых рук. Но я увидела в этом плюс, почему? Потому что я меньше внимания буду обращать там, вау, Роналдо, пошел и все, я с ним. Я больше внимания обращаю на своих подопечных, людей с инвалидностью, маломобильных. То есть у меня больше настроено на общение с болельщиками, зрителями, их почти 70 тысяч, на стадион умещает 68 тысяч. Ну мало того, что вы являетесь почетным добровольцем престижных соревнований, наверняка и в нашем крае проводите какую-то работу. В нашем крае, ну скажем так, есть такое движение музыкальное волонтерство. Это мой сын у наследовался, скажем так, от Антона Черепанова, и уже два года работает школа музыкального волонтерства. То есть мы обучаем молодых людей, как при помощи простого набора инструментов в детском центре, в больнице еще где-то, поднять детям настроение, или там психологическая реабилитация и так далее. В этой школе, непосредственно, проектами занимается мой сын Иван, то есть у нас такая династия волонтерская. А я в этой школе преподаю педагогику и организацию деятельности. Ну так, Иван, но у вас откуда все это? Вы всю жизнь была такая зажигалочка? Да, с пионерского детства. Пионерское детство, комсомольский актив, комиссар педагогического отряда. И сейчас есть педотряд в Барнауле, в нашем университете, где я почетный практически член отряда. Мне подарили синюю бойцовку, я теперь наравне с ребятами. То есть это образ жизни. И вот мотив, какой участие вообще в таких соревнованиях, оно проходит, и я должна быть там. Потому что потом я могу сказать своим студентам, я преподаю на факультете физкультуры, представляете, вот пришла к ним дама такого предпенсионного возраста, не понять чего. А ты говоришь, а я еду на чемпионат мира. Крутая бабушка, да? Да, да, да. Вы не обижаетесь на этом? Нормально. Вас вроде студенты называют. Нет, меня так еще пока не называют. Стремлюсь к этому. Если меня, я когда-нибудь буду бабушкой, я хочу быть крутой бабушкой. Да. И вот мотив в том, чтобы у студентов сразу точка соприкосновения, что она не просто там нам что-то говорит, она была вот там. Но, правда, они иногда мне в занятия срывают. Когда меня спросят, Наталья, расскажите про волонтерство. И все. Я начинаю рассказывать, какие крутые горнолыжники были в Сочи, паралимпийцы. Наше время в эфире, к сожалению, тоже не резиновое. Всего хорошего. Спасибо, что пришли к нам в студию и зарядили на нас позитивной энергией. Обращайтесь. Я напомню, что сегодня у нас в гостях почетный волонтер международных соревнований Наталья Астахова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова